Американский дипломат пристыдил правительство Таджикистана на весь мир. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Соединенные Штаты обеспокоены усилением давления на гражданское общество в Таджикистане. Об этом 3 октября заявил глава делегации США на Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ Майкл Козак. «Мы глубоко обеспокоены тем, что правительство Таджикистана постоянно оказывает давление на гражданское общество, а с марта 2022 года принуждает общественные организации, особенно в Горно-Вадахшанской автономной области, объявить о самоликвидации. Мы требуем от правительства Таджикистана, чтобы силовые структуры соблюдали закон, защищали права человека и базовые свободы граждан», заявил посол Майкл Козак. 3 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ выступил и представитель запрещенного в Таджикистане движения «Группа-24». «В Таджикистане до сих пор ни разу не были проведены свободные демократические выборы», заявил представитель движения в Германии Рустам Рахматов. Он напомнил о судьбе Фарамуза Эргашева, которому власти отказали в регистрации кандидатом в президенты в 2020 году. А спустя два года после подавления протестов в ГБАО приговорили к 29 годам лишения свободы. Начиная с 1993 года государства-участники ОБСЕ встречаются на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, крупнейшей в Европе конференции по правам человека для обеспечения подотчетности друг друга за соблюдением этих ценностей. В этом году Варшавская конференция по человеческому измерению пройдет со 2 по 13 октября. Участие в мероприятии принимают, как правило, и официальные делегации, представители оппозиционных партий, группы движений. В прошлом в ходе конференции в Варшаве происходили не только дискуссии, но и потасовки между членами официальной делегации правительства Таджикистана и сторонниками оппозиции за рубежом. Об участии делегации Таджикистана на нынешней Варшавской конференции по человеческому измерению не сообщаются. Тем временем, как сообщил зампредседателя Национального альянса Таджикистана Алим Шерзамонов по инициативе форума «Свободомыслящих Таджикистана» Таджикского центра по правам человека в Вении фонда Бузрк Мехра Юрова, в рамках Варшавской конференции пройдут дискуссии на тему «Жесткое подавление таджикских оппозиционеров внутри страны и за рубежом». Участникам Варшавской конференции будет также представлен доклад исследователя проблем прав человека Стива Свердлова «Насильственное исчезновение в Таджикистане». Исследование проведено совместно с группой по продвижению прав человека при Университете Южной Каролины США. Как вы относитесь к такой ситуации, к такой конференции, к тому, что происходит постоянно там и к таким-то потасовкам? Как вы думаете, то, что там обсуждается, что Таджикистан на весь мир вот так вот опускают, потому что рассказывают о том, какое у нас на самом деле правительство, хоть как-то на него повлияет или просто всё пройдёт мимо нашего правительства? В принципе, как и всегда. И как вам то, что в этом году наша официальная делегация не принимает участия, что уже нечего ответить оппозиционерам, которые рассказывают правду на весь мир? У нас пока на этом всё. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.